Девушки отдыхают Команде разработчиков в S2Games пора бы добавлять новых персонажей А то Мараксу с инженерами как-то слегка набрали популярности Хотя и понятно почему персонажи показывают очень и очень сильную игру Ну а я приветствую вас, меня звать Акамай И можно звать моих хокастеров Ли и Пуджа Кушер Привет ребятушки еще раз Всем снова привет Всем снова здрасте Что-то задумался сильно Снаекайзна Ой, Умиральден Ни разу не приводил Умиральден еще в победе в этом турнире Нет, один разочек был Один раз Но он не сыграл никакую роль Это был терпящий Эмираль Да, терпящий Эмираль Он там купил по-моему Энерджайзер минуте на 30 И команда победила Да, это было действительно так Но это опять праздник Праздник в нашем доме Теперь это красен Да, и что-то тоже интересненькое будет же В исполнении команды Изи Последний пик для команды Мека А тем временем я слезы умиления По поводу Кракена утираю тут Лох Радует нас ребята в групповом этапе Выборим персонажей Ну а Флюкс Инженер вообще Достаточно известная комбинация Скажем так Паразита хотели Изики с самого начала Ферст локнули, ферст пикнули Мартир Вайлдсол Мне кажется Глацус там будет Бабулс Аллуна я думаю Хотя какой Бабулс Аллуна Бабулс Аллуна Бабулс Аллуна Бабулс Аллуна Действительно Аллуна не получалось ей линию подобрать Да, 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 да Не складывалось немного Ну а Изиком теперь любой подходит Ну наверное только кроме Мартарова Ну он тоже подходит Но хуже всех И наверное это будет Глацус Мне что-то так кажется Реджендо по-моему намекает Что крипы на мидлайн будут идти Если вы понимаете о чем Я последний раз Он впечатлил нас тем Что Вайлдсолом прятался в кустах А медведем вводил крипов на мидлайн Будет ли это так или нет Посмотрим команда Изи Регион Кракен и Глацус Смеральдваден, Мараксус и Паразит На котором играет Санни А Хеллборн Флюкс, Темпест, Бабулс Инженер и Вайлдсол И вот кроме последнего Я все отлично просматриваю Команды Хеллборна Там классные масс-ульты Но Вайлдсол пока не накопит Не накопит деньжищ на покупки Да, как минимум Радика От него толку во всех этих масс-ультах Никаких не будет Но good luck and fun Посмотрим статистику Сможет ли продвинуть В сторону победы Миральдваден На котором играет команда Изи Но за место Бегебонта Теперь у них есть Трейн в качестве Паразита Который это тоже может делать успешно Отганговать все лайны И посмотрим, как он себя реализует в этой игре Санни без стара на этот раз, правда Ну посмотрим, может ему на Минотавр Ну, у него будет стан в качестве Минотавра Может и так Баггилс пошел вниз Паразит на Чилис Неинтересный только такой Чилис в обратном порядке Темпост Две банки на ману Не очень удобно будет темпосту фармить лесу Мараксус Мидлайн Кракен вверху Мараксус Глациус Кракен Суисайд Лайн И Ну, его, конечно, убить тяжело Это правда Но Как он там будет стоять Это тоже мне интересно, честно говоря Мидфлюкс с кем? Реджендо, по-моему, уже запланировал, уже бежит Его медведь С крипами устраивать проблемы Флюкс на миде, конечно Флюкс меня вообще всегда радует 740 хп на первом левеле Как это убивать рецепта Просто, по-моему, нету Вверху Баблс Ну, а инжик, наверное, придет на мид Что они делают с темпостом Правда, вот-вот-вот здесь Ну, у них тискотека Ну, да, танцы я заметил Толку О! Привет! Медведь на двух щитках И это чтобы вообще там танчить без проблем каких-либо Ну, просто последний раз, когда Реджендо отводил крипов на мид Он двух медведев потерял за три минуты Понятно Медведей Причем большинство из них обкрипован Сейчас будет ловить И куда везти Вот это волнует меня больше всего О! Привет, крипы Умнички, конечно, целых 320 Мишка с бобрами Съел только что дерево Ой, Эмиральд рейнджового крипа заберет И пошли Не, пока по лесу Экскурсия пока у крипов Не, себе, себе, себе Ну, Ивашка, конечно, и очень больно танчить крипов Ну, у него шесть бобров на этот случай, как бы Ну, Ивашка против Вайлд Соло вообще, по-моему, проиграет линию Мне тоже так кажется Что вот она, Вайлд Соло ничего не делает Убить никаких перспектив Что-то и подлагивать Давай, присоединяйся А тем временем Кракен вверху против Баблса Наверное, показывать нам Мега-крип контроль не будет Внизу Эмиральд Варден тоже проиграет Вайлд Соло Ну, а мидлайн Мараксус Глацик против Флюкс Энжик Я даже не знаю Статистики у меня по результатам турниров нет По таким линиям Потому что это редкие случаи достаточно Вообще, Флюкс очень редкий случай Ох, я там не попал Замедление нового топора Будет, это будет фраг на Флюксе Громила опять Опять берет Бладласт на Мараксусе И это Бладласт для команды Легиона Изи победили И нашли такие рецепты Как убить эти 770 ХП Флюкса 770 ХП ребятам удалось снять Причем всего-навсего на втором левеле Очень сильно Громила Мараксусом подмувил Флакса Им в крифах застанил, да Кеги увернулись Вообще, все хорошо сделали Это банка Это банка И руна внизу достанется Мараксусу Пока поразить себя Еще ни разу не показал Он третьего левела с Чилисом Эвэшке, по-моему, вообще не нравится Что там происходит Шесть крипов Эвэ, правда И восемь крипов Элдсоу Ну не то, что вы прям сильно плохо И Реджендо, по-моему, слегка не доигрывает Мало агрессии проявляет Бубу Эмир Эльдвардену правой кнопкой на Меральдвард на Медведем, а собой контролить. Да, да. И Меральд убегал бы аж за Тавр, аж прятаться там где-то очень далеко. А так по итогу получилось что-то не очень. И Мараксус портит фарм Темпосту иллюзиями очень неплохо. О, паразит, 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 паразит выдвинулся. Здесь есть Минотаврик даже. Что они правда сделают? Бабулсу я еще не придумал. Ну, они могут внести ему. 490 они могут забрать. Сейчас он за спину ему зайдет. Вот так вот. Нет, Бабулс уйдет. Бабулс без 3 кавера так на всякий... Оп, хорошо, Санни отменил. Но Бабулс без 3-го скилла, если бы во время Шеллсерфа Минотавриком попал по нему Санни, то, может быть, и забрали бы. Ну, не получилось. Мозг покупает Темпост. 4-ая минута у него уже есть и Рингов Сорсер. Из последних сил он на него нафармил, по-моему. Но все-таки за 2 банки на ману справился. Вот сейчас, пока ушел Мараксус с МИДа, надо забирать Глациус, однозначно. Ну, Глациус тут тоже немного правильно опасается. Он держит дистанцию нормальную. Да, да, очень неправильно. Вот сейчас был шанс, на самом деле. Не, у Флюкса только на один Магнетик снайп, там рейнжа 400. О-о-о-о-о-о-о-о-о, будет вес по Флюксу. И продолжение стан, стан. Ох, стан от Мараксуса пока не получился. Есть ТП-шка от кого-то, но правда Флюкс, похоже, не уйдет. Прилетает Бабблс и... и... что он сделает? Ничего не сделает Паразиту. Паразиту без проблем прячется в крипа. Мараксус до сих пор с дабл-демажем тут носится туда-сюда. Но Темпост уже вышел, да, и Мараксус вынужден отойти. Хотя бы опять Фрук... фу, ты боже мой. Фраг на Флюксе. Да, вы поняли, что я хотел сказать. И это 2-0 в пользу команды Изи. И проигравший мидл-лайн сильно. Даже Паразит сейчас прилично пригодился. Получил свой ассистик. Даже он получил этот Фраг, в общем-то. Флюкса именно он и забил. А сейчас придет Бабблс на топ-лайн, а там уже с Лайфтюбом... Ммм... Кракен. Да. И Бабблс уже ничего ему не сделает. Вот ничего сейчас не сделает Бабблс с Кракеном. Да, если по тычке он так вот будет подставляться, то АОЕшками Кракен его будет хорошо харасить. Темпост 5 в Вайлдсоул. Серьезно, терпит от Эмиральд Варна. Вот как это может быть вообще? Ну потому что смотри, где Бобба находится. Да, он медведем вообще не агрессивничает. О, въезд на мидлайн и опять фраг. Опять на этот раз уже на Инженере. Ну, Инженер более легкая цель, а Флюкса типа уже и так мощно наказали, поэтому в принципе можно покусить и другого пацана, я думаю. Это Редженда на медведя 2000 мм. Бобу под Тауэр. О, Кракен с верхней линии доперт. Здесь уже есть и паразит на Вайлане, и как всегда, как вообще очень хорошо в последнее время показывают команда Изи, очень активная поп-трейнерская игра. Ну, самое главное, что она удачная. Да, и у них все получается. Если бы не ходили вчетвером и не убивали, вот это было печально, конечно. Ну, даже Кракен только что пригодился, что вообще парадоксально. Сверху пришел без ботинков пешком. В этом плане, кстати, Хеллборн очень опрометчиво не поставил нужные варды. У них только один вард на нижней руне, который сейчас тоже закончится, и они вообще будут без какого-либо вижена. Ну, а Мидлайн планировал убивать. Там варда Сенсейшна стоит достаточно давно. И этот вард на миде позволяет хорошо гонять мидеров. Четыре фрага и полторы тысячи золота уже выигрывает команда Легиона, и чуть-чуть выигрывает по опыту. Хотя могли бы и побольше. Эмиральд вар на шестой левел взял, и, по-моему, теперь Вайлд Соул не хочет с ним больше стоять. Курица Вайлд Соулу привезла бобров. Что там, совсем плохо, что ли? А, нет, 1600 копеек хотя бы есть. Ну, 1600 это уже что-то... Ну, как-то он не доиграл совсем на самом лояне, мне кажется. Потому что сильно вольготно его из себя там чувствуют. Да, и в этом должна была терпеть-терпеть, именно звать, призывать к помощи. Хотя, действительно, Редженды 2050 ММР, кстати. Где он... Явно не на Вайлд Соуле он их набивал. Вот так вот я могу смело заявить. Евэшка оставлена в соло на Медведь в фарме Теншентов. Евэшка взяла седьмой левел, правда, Вайлд Соулся 100 тоже его возьмет, но вот такое расставание по фарму не сильно удобно. Въезд на Медлайне! Опять с паразитом, опять забрали Инженера. Флюкс замедляет Мараксуса, но он-то на хосте. Седьмой Баблс сможет ли хоть что-то сделать? Наман... Не хватило ульты нам. О, хватило. На ульту хватило такие маны. И заберут Игла Цикай Мараксуса. Ну, хоть что-то. Ульта Дракена на Медлайне! По Тенбасу, Тенбаса есть ульта, он может, в принципе, крутить. Но... Но не будет. Да, фрагов больше не будет. Мараксус... Умер, Кракен. Убить продолжить не смог. Евашка Стимбут с этим временем взяла внизу, а Вайлдсоул две тысячи на собирал. Ну, хоть что-то уже, хоть что-то. Хоть какая-то реализация от Мекки. Первые два фрага для них. Ну, тем более, желанный Мараксус, который... Два, да, именно самых ценных фрага. Мекка в пятером на миде. Мараксус опять закуп, там, нон-стоп мана. Батарейка, Ботл, Чей Лисус. О, улетает Флюкса и... И ничего не вышло. Ну, есть пуш, потенциал в качестве Медведя и Темпосты. Ой, ну, Флюкс сейчас не самая удачная цель. Въезд, контр-въезд погромили. И Мараксус заберут. Крутят с того Глацевса, Глацевса тоже заберут, тоже заберут. Прилетают все остальные. Могут ли продолжать Паразит? Заберет все-таки Баблса, но, но... Да, его тоже забирать не смогут. Евэшка, Евэшка, Евэшка умрет. Как не сильно сейчас хорошо для Изиков все это обернулось. 6-5 счет и без ультов, без ульты Кракена, без всего... Ну, как бы, файт потенциала. Да, ребята, в общем-то, и слились, и даже голду сейчас начнут проигрывать. 2000 голды и 1000 экспы только что выиграла команда Мека. В смысле, выиграла-то она 4000, теперь уже ведет. Вот это, конечно, тимфайт от Мекки. И они потеряли только Баблса, у которого, кстати, 1000 копеек сверху есть. Но он пока не рашит, он батарейку купил. Так что пока там будет не скоро. Да, для Вайлд Соло этот заход был вообще удачным. 900 копеек своим 2000 он добавил. И, в общем-то, это может быть скоро, не может быть скоро шорду хай. Да, причем только 10-ая минута, это очень... Достаточно быстро, да? Да, да, да. Мне, ну, пуши такой, тимфайт, сразу 2 ассиста, ему 300 гпм, как бы, конечно... Конечно, конечно. Но сейчас, конечно, Мека очень сильно исправила свое начальное положение. Когда Марак... Вообще-то было 5-0, а стало 6-5. И Тауэр. Ей. Да, и есть этот неприятнейший медведь. И, как бы, я бы сказал, вообще фул леет за ними. У них там связка Флакс Инженер и Темпас есть. Так, сейчас Флакс умирает, по-моему. Да, Кракеновская ульта чисто задефаться от Энжика. Менджик поставит ульту, чтобы его просто не догнали. Ну, опять умер Флюкс. Это седьмой фраг для команды Легиона. Ну, не прям фул лейт. Нельзя забывать потенциал лейтовой Мараксуса, Кракена. Ну, и Эмеральд Вадна. Евэшка, конечно, не супер-хардкерри. Но тоже все-таки керри и огильник. Еще с большой рейнжой. Хотя, который даже что-то пытается фармить. Хотя, пока плачевно это выходит. Въезд по Евэшке, это... Это все. Сейчас Евэ могла разве что выбрать, кому отдаться. Медведю или Бауэллес. Опять Мека в толпой. Только Темпоса с ними нет. Но Темпос пока без ульты. Он хочет фармить, это правильно. Но остальные все пушат нижнюю линию. И, честно говоря, как это дефать, я пока не знаю. В Мараксус, а не то, чтобы супер-классный фарм. Если бы у него сейчас уже был... Портал Кей, да. Да, конечно, классно было. Но ему до него еще так далеко. С такими файтами у него было все классно. Там деньги уже шли-шли. И вот после двух таких тимфайтов... Две смерти сразу, да? Да, две смерти. И все стало плачевно, конечно. Потому что уже 12-ая минута. Именно время для фаст-пк, которое на фри-фарме реализовывается. А до пк ему еще ровно пк. Да, и он еще, я думаю, до пк захочет какие-то ботинки. Даже, ну, не знаю. Я, честно говоря, противник страйдера. Но с темпу цыбл либо хорошо. Он, если по паразиту. Получится ли? Получится, получится. Да, есть фраг для Сулуин Маймауса. И это, кстати, уже третий фраг для Флюкса, который начинал, вообще-то, напомню, 0-3. Теперь это 3-4 и значительно лучше дела. И просто это какой-то пуш, который вообще Мека не может ничего противопоставить. Вот ЕВ в этом плане, она не очень хороша. ЕВ классная в тимфайтах, а вот дефаться от чего-либо... Я вообще не понимаю, зачем ее выбирают. Просто нет. Она неплохой персонаж, но слишком не универсальный. Сравнить ее с любым хардкерри, там, не знаю. Одеть слот на ЕВ, одеть слот на силуэтку, которая внесет в два раза больше демэджа, например. Ну, 2 Т1 Тауэра достается Легиону, и уже первый Т2 достается Хеллборну. В этом плане все-таки по деньжищам выгоднее получается команде Мека при счете в 7-7, 3 600 золота и 2 300 опыта за Хеллборном. Хочу отметить то, что 13-ая минута, это уже Мок на Медведя. Вот сейчас уже будет Мок. Ну, не сейчас, еще 200 копеек. Там, ну, совсем. Вот он, драга, сейчас убьет Эншн там. Да, Эншн-то убивает и берет. Это будет до 15 минут, это настолько быстро. Ну, немного 3 Таура слегка помогло. Да, он бы в лесу его так быстро не нафармил. И я не знаю, что с Моком делать, Изиком. Так и есть, Мараксус купил ПТ-шку. Ну, есть у него 800 копеек, но это еще 1300, не знаю. Еще полторы тысячи еще. Вот и он. И у Баблса есть ПК уже. Кам ту папа бежит уже Редженду домой покупать, покупать бежит. Владеть хочет он этим Sword of High и рецептом на Мок. Правда, он пока без ботинков, но именно Бубу не тот пацан, кому ботинки самое критичное. Там 420 мувспиды просто так. Есть Мок, и это официально зарегистрированная покупка до 14 минуты. Достаточно быстро. Очень быстро, очень быстро. Учитывая начало, провальное начало Мекки, так хорошо они реабилитировались этим тимфайтом на миде. Вообще просто. Блин, но плачевно, что у Мекки такая ситуация по групповому этапу. О, есть въезд от Баблса по Глассу, Глассу, Глассу. У меня от Гласса. А куда Баблс улетел? Есть в разные Сенсейшене. Кракен хочет продолжать по Баблсу. Будет ульта! Да, Баблсу все-таки, наверное, заберут. Да, заберут Баблса. Отличная, кстати, ульта действительно. Флюкса затянула. Флюкс 1200 хп, очень неприятный. За ним бежит Wild Soul. Палит, очень палит Моком. Хотя, именно Кракен, но это не сильно больно. У него стимбутс и много хп, есть маджик резистная накидка. Но все-таки, по факту, то Глассу на Баблса поменяли, и это хорошо. Ну, Бабу, конечно, быстро мог, все классно. Но вот он 9-й левел без формы, 700 хп, это не очень круто. Кракен с ДД такой напряженный. Там хоть и 160 демаджа сурки, но вот только что он бахнул. В пассивке, да. Тимскилла на 300 бахнул, да тогда. Я немного икнул здесь. Отвлекусь я на групповой этап и его очки, пока не происходит у нас никаких особо тимфайтов. Хочу сказать, что команда Мека на текущий момент имеет аж 1 балл. И они 1 балл за прошлую игру получат, и вот я сейчас выиграл, это будет 3 балла. За сколько там, за 5 тигр 3 балла, да? У них уже, да, за 6 тигр будет всего 3 балла. А, это предпоследняя игра. 4 и 4 играют они, да, это предпоследняя игра. То есть у них еще матчап с ГЗ во вторник, и все, правильно? Разве си... А у вас и с Мека, и с Изиками, да? У вас с Изи во вторник. У нас только с Изи во вторник, мы с Мекой уже играли. Да, вы играли уже с Мекой, поэтому Мекки я не помню, с кем остается, но еще походу... А, мы про Меку, я перепутал. Да, мы про Меку. У Изиков дела получше значительно, у них сейчас 3 зарегистрированные игры, и хочу сказать, что из них они получили 6 очков. Так, сейчас пуш топ Таура. Флюкса нарезают, нарезают, а ему не больно и не больно. Потянул Мараксуса сам на свою голову, по-моему. Темпус не знает, куда продолжать. Въезд от Бабулса, отличная ульта, по двоим Глацусу заберет сам Бабулс. Тем временем, пока у Хеллборна не умер никто. Отличная ульта от Кракена, Темпус умер. Вайлд Соло, может быть, получится забрать, хотя ульту он наконец-то догадался прокачать, хотя жизни ему это сильно не добавило. У Хеллборна уже минус 3, у Легиона пока только Глацус. Могут ребята продолжать дальше по Флюксу и Бабулсу. Бабулсу нет, а Флюкса как-то попробовать можно. Ну это такой провальный файт только что. О, да, Мека. Бабулс убьет, ух, хорошо. Еще и Саня. Спорталские есть? Ну, как бы смерть Паразита была уже не так хороша, но вообще файт для Легиона вполне хорошо. И Мараксус с Портал Кейс я купил. Ну как-то Флакс на таком умнике просто шел за Тауэр пешочком. Ультанул в себя Мараксуса. Да, в себя Мараксуса ультанул, самого жирного пацана втянул. Который сам туда хотел, только у него пока не было. Он сам был дальше и пошел там в троих саппортов. Это почему я такой недовольный был, потому что у меня пока не было. Потому что у меня сидения на велосипеде не было. Вот, а у Мараксуса пока не было. Он так хотел файт, так хотел, а Флюкс такой, ну и ладно. Окей. Подходи. Теперь есть ПК у Мараксуса, и это может быть чуть-чуть полегче, команде Изи. Сравняли они, кстати, ситуацию по XP, а по голде прилично тоже отыграли. Хотя все еще проиграли 2000. Да, я тут пока смотрю на табличку. Хочу сказать, что пока что первые коты, ну там вообще не обсуждается. У них ни одного проигрыша вообще. 18 баллов в групповом этапе это максимум. Вторые Изики и Квамы. По 6 очков у них. Третьи Итси. То есть Кэцик, Изик, Квам, Итси. Это вот пока топ-4 команды. Но еще очень многим много игр нужно отыграть, поэтому пока это не показательно. Пока коты сыграли 6 из 7. Им еще... Ох, опять есть по Глациусу, будет продолжение темпа. Сто Глациусу, конечно, умрет, но Кракен, скорее всего, должен убегать. Ну да, у него не маны, ничего нет. Пуш последнего Т1 Таура. Очень быстро. Медведев не помешало какие-нибудь ботинки купить. На себя именно. И на Бубу тоже. Да, вообще двое ботинков хорошо обучат. О, Флюкс тоже ПК. Вот Флюкс ПК это классно. Потому что теперь будет туда идти не Флюкс, а Инженер в тупую. Да, на него наезжать будет. Да, да, на него наезжать он будет ставить ульту и Флюкс. Так как впрыгнет, как впрыгнет. Пауза от Изиков. Но вот с тремя уже ПК команде Хеллборна инициировать будет значительно легче. Я боюсь, что следующий тимфайт может оказаться нулевым для Легиона. Хотя пока 11-11 счет и более-менее туда-сюда. Да, пока еще держатся. Держатся Изики. Конечно, не все такое нехорошо. И это Евэшка опять с Энерджайзером. Не знаю, вот чем им поможет здесь Энерджайзер. По-моему, надо было бы КБ рашить здесь. Потому что Энерджайзер, когда туда впрыгнет и стянет Флакс, не спасет просто их команду. Конечно, там же пойдет там ульта Бабблса, инженера ульта Бабблса. Да, Энерджайзер просто здесь. Тут надо было просто БКБ рашить. Вот Евэшка неоправданный пик уже, сколько игр. В одной игре она выиграла, и то она терпела 0-7, по-моему. Да, 0-7 у нее было, я закончил на, по-моему, 7-7. Может, Багблс подумал, что если он купит Энерджайзер, как та Евэшка, и они сразу выиграют. Хочу отметить, кстати, составы команд. Вот я пока листаю спортгари на русло G1, сайтик G1, где групповый этап фиксируется. В составах команд аж целый адын есть казах. Это FF в Кэтсгейминге. Все остальное русские, кроме нескольких украинцев. А украинцев всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из них один в команде СТГ, два в команде Джейкей и четыре в команде ГЗ. Немного вообще заполонили россияне спортгари нарушенный турнир G1. Ну, в общем-то, это логично. Я понимаю, что в Хоне играют почти все с России. Процентов, наверное, 80, если не 90. Но приятно видеть флаги других государств, скажем так. Хотя казахов немного, совсем. Но украинцев добавляется понемножку. Раньше такой картины даже мы и не видели. Что там, готово они продолжать? Что там, спрашивают Муренычи. Я, в общем-то, тем же интересуюсь. Опа. Кто загудел? Ну, говорите, что там. Это я включился. У меня проблемы какие-то? Нет, все хорошо. Было просто молчание, а теперь гудение. Проблемы какие-то у Легиона, походу. Поскольку там от них пауза и тотальная информационная блокада. Никто не отвечает, почему пауза и надолго ли. Говорил я о том, что у Хеллборна сейчас их 3 ПК. По-моему, классный шанс подраться. И, в общем-то, секунд через 55 примерно, когда будет ульта у Темпеста и уже и у Бабблса. Наверное, ребята пойдут подраться. Кстати, по-антивардить и забрать Конгора бы сейчас очень не помешало. Да, Конгорчик бы был супер сейчас в тему. Снимают, погнали. Надо очень зарашить, конечно, Вайл Солу двое ботинок. Это сильно пробустит, конечно. У Медведя будет там почти 522, там 510, 12. По-моему, да, 500 смело. Что там ему спиды у него получается. И хочу сказать, что у него деньги на них есть. Просто он как-то не сильно их хочет покупать. Бабблс в хардкере собрался уже почти. Он купил Steam Staff. И теперь у него плюс 12 демеджа и плюс 10. И так, спиды. Хотят, по-моему, ЕВ-шку сейчас забрать. Это не просто пушить, но хотят в Tier 2 Tower предпоследствовать. Вот, въезд по ЕВ-шке. Не сильно успешно. Сразу куча ДП-шек. Амараксусу сбил ПК Бабблс сейчас нехорошо. Хотя он бы, наверное, не улетал, мне кажется, не там сам. Мне тоже, мне кажется, что он не улетал. Тем более Kraken фармит. С Ботлом Kraken. Со своим Ботлом Kraken. ЕВ-шка купила только что Helm. В смысле, на Whisperin' Helm или на Шаман? Ну, наверное, это Whisperin' будет скорее. Наверное, но это толку же от нее не увеличится. Мекки зря испугались. Они сейчас отходят, хотя уже могли идти все ульты не в кулдауне. Дело в том, что они отходят и просто простояли это все время. Опять въезд по ЕВ-шке. Но это раз с ультой Бабблса, ЕВ-шке уже будет, наверное, не так легко. Энджик кега по двоим. Неплохо, но опять въезд не удался. ЕВ-шка, правда, без мана и будет вынуждена отходить. Kraken ломится, ломится вперед Kraken. Флюкс дефенсива ульта, а файта не будет. Не будет файта, да. Зачем дефенсива ульта на одного Kraken? Kraken, да, я тоже не знаю. Как-то Kraken сильно туда... Обе команды слишком напуганы. Мека не хочет очки терять, как бы. Очень серьезно сейчас относится. У них есть шанс выиграть. И поэтому... Могли только что просто Kraken безнаказанно развернуться и убить. Он как-то сильно далеко оторвался от своей команды. Тем более демаджа, там у них вагон, в принципе. Там Медведь уже неплохо куацает. И Инженер, и Паул. Две пары уже, наконец-то. Душа здесь. Медведь, я забыл спорт включить. Теперь уже не забыл. 500... 480 мул спиды. Но это не с замакшенным третьим скиллом. А он, правда, не дает. Ой, Kraken дефенсива ульта по ВСО. Хотя она может быть и казаться и оффенсив. Kraken въезжает по ВСО. И хочу сказать, что Kraken в соло и посильнее будет. И корней, если сейчас не прокнут... Не, Kraken передумал. Хотя это было больно. Не было, что-то Kraken раздал. Было больно, да. Показал, что не на того выглядел. Да. А вот отцов такой, я ботинки купил. Да. Пойду убью кого-нибудь. Не, ну там корни ни разу не прокнули, как бы. Потому что, когда прокают корни, они-то там и дымашат еще неплохо. И причем 3 секунды. Не, корни были ваншотом. Кераму, да. А, были корни. Просто Бубу в мили решил драться с Kraken, и он оказался послабее. Ну ему не хватает еще бульварка какого-то. Баблуса готовился въезд, Баблус блинковой, сразу тпшка домой. По-моему, он прочув... А, баллиста спалила паразита. Ха-ха. Там баллиста и стрелочек. Ага, такие. Разведчики. Я, кстати, вчера поигрывал по поводу баллиста и разведчиков. И вчера играл Мункой. Нафармил, как всегда, 800 гпм. Красавчик. Но не в этом дело, это не себя хвалить. А в том, что я теперь вот в Испирин Хэм, когда Мункой покупаю, я беру не крипа лесного, а рейнжового крипа противника. И им так удобно стакать, хочу тебе сказать. И не теряешь много голды за счет того, что там какого-то Кэтмена или еще кого-нибудь приходится доминировать. Это удобно. Не знаю, почему так ничего не делает, но мне понравилось. Ну, смотря стакать кого, если будешь стакать ансентов, он умрет там быстро. Не, он не делает тычку и убегает. Не, да, он тычку убегает, и у него хватает мувспиды, чтобы убежать. Он же рейнжовый, он классный. 325 мувспиды, конечно, достаточно. Да, я же о чем? Просто кто так не делает, потому что у него, Вань, 300 хп. А у какого-нибудь скелетона там под 600. Ну, да, второй лично в моем чарте, вернее, первый именно скелетон, именно скелетом, по-моему, удобнее всего стакать, чисто потому, что он рейнжовый и хп достаточно много. Но я имею в виду, что просто в качестве того, чтобы не тырить, я вчера себе орду рейнжовых крипов на доминировал. Еще классный именно Тавр, он дает ауру хорошую. Удобно потом убивать их, да. Да, удобно убивать, тоже и стунчик можно прописать там массово. Корнями не сбиваются, а темпус, по-моему, нет рейд. И да, темпус не отреагировал станом и поразить их смог улететь. Кракен въезд по темпусу. Конт продолжения от Мараксуса, темпус сразу погибает по флюксу, конечно, не сильно много вариантов его надамажить, но флюкс пытался тп-ауэй сделать, у него не получилось. Зато получилось у Мараксуса, Мараксус улетел. Ну такое, темпус-то и инженера забрали инстова просто. Ну, Кракен с инвиза был, но это, конечно, было очень быстро смерть. Хороший, и Кракен, и Амараксус, по-моему, с бульварком. Да, это был бульвар, куплен. Ну, языки не сдаются. Ну, просто Мека как-то вот ни разу не получилось у них сделать то, что мы им уже 10 минут как советуем. Правильно, ну, на самом деле проблема в чем? В отсутствии вижена один грустнейший вард на нижней руне из команды Мека, и, соответственно, въезжать им в их все классные ульты, ну, не очень получается, потому что не видно куда. Это, конечно, не очень удобно. Ну, и отчасти, наверное, поэтому их классный тимфайт ни разу еще не удался. Паразительно подал Кракен с ПК, и, по-моему, есть шансы, хотя флюк с темпос прилетели, Кракен хочет драться, но здесь уже есть и Энжик, у Энжика есть если что, ульта, но он почему-то на Кракена решил ее не ставить. Кракен поэтому еще и уйдет сейчас. Ну, он слишком толстый, чтобы его пробили. Ну, с ультой инженера забрали бы. Пытаются продолжать, и забьют. Это, кстати, первая смерть на Кракене, на всякий случай. Мараксус въехал, забирать, будет хотеть флюкса, пока не получается. ЕВ-шка не производит достаточное количество дэджем дэмэджа своего висперин хелмом. Мараксус сейчас больнее, ульта у него уже закончилась. И Бабулс, он попал по нему с таном, что вообще парадоксально, но все равно погиб. Сможет ли Бублик выжить? Нет, Бабулс забирает паразит, дабл. С другой стороны, дабл тэп и давай. А, медведь там есть, остался Бубу. Да, остался Бубу. Трипл. Бубу палит радиком. У паразита нет, есть мана на первый скид. Ну, заберите ж паразит, а есть же. Будли квадкил для Бубу. Сам Бубунь без никого. Не, квадкил не получился. Но неплохо только что. Соло. Соло, Вайлдсоу, в смысле не Вайлдсоу, а его медведь. Сделал трипл килл без хозяина, без тыкания руками, просто через МОК. Кстати, купил он Владимир. Странный выбор. Очень. Именно вот Бульварка не хватает сейчас, именно на Бубу. Ну, а на ком же еще пушить классно, дэфить классно, дамажить классно. Да он может героем и не управлять, просто Бубу бегать там, хатрит и собирать. А, напишу, наверное, что обратил внимание, что именно Зирт их играет на Баблсо, такая непривычная для него роль. Неплохо так, кстати, медведь соло Конгора убивает. Ну, поджирается такой. Он, кстати, на себя купил гостмарчеры. Тоже редкий случай. Особенно, что он не дерется вообще. Вообще не дерется, да. Ничего он гостмарчер. Я уже как-то к медведям на страйдерах привык. Пришел помощник. Антивардов расставил, когда этот уже минуту-две пилит этого Конгора вставит его обезьян. Не видят сейчас... Три антиварда потрачено на то, чтобы уже почти убитого Конгора добить. Четыре антиварда. Кракен задефал вардик. Так, ну и, по-моему, инженер спалился. Пока есть вижн, пока есть вижн, мне кажется, можно. Можно было бы... Да они не знают, они не знают. Ни один, ни другие не знают, по-моему, что здесь происходит. Посмотри, как проваржено сейчас со стороны Хеллборна. Ну, это чисто антивардами. Квадратный метр. Еще и себе токен забрал WildSoul. Ну, не знаю. На WildSoul токен, но совсем не нужен. Не то, чтобы самый умирательный. Вообще, одна смерть на нем только. Я бы Flux, наверное, отдал лучше. Или инженеру. Да, или даже Баблсу. Вообще, кому угодно. Ну, Энджик умрет, да, ему, но Энджик просто после простой ульты и всего остального не сильно нужен. Да, я согласен. Вот Flux или Баблс. Я думаю, что Баблс, я думаю, что Баблс будет. И у Баблса левел сейчас такой аппетит на 16. Это вообще топ-левел, по-моему. Да. Инста смерть. Быстро, кстати, слишком быстро, как для Flux, прилично толстого. Ну, там кодекс есть у Паразита. И проказ от Паразита, от Кракена и от Мараксиса. Ну, да, это быстро. Паразит, я думаю, кодекса выше первого ему хватает. Ну, посмотрим. Ну, будет, собственно, через 100 копеек. Я думаю, Сайленс какой-то здесь намного приоритетнее. Да, это классно было бы. Влететь в Темпеста и засайленсить его. И без Темпеста уже не такая перспектива от Teamfighter. Вот именно страшно о том, что там есть Flux и Темпест. Это может быть плачевно, конечно, если все правильно реализует Мека. Но пока мы еще не увидели этих связки, этих ультов. Да, уже 30 минут пытаются... Инженер обычно деф-ульту ставит, Flux тоже самое. Темп, чтоб крутил, я вообще не видел. Хэлфлаур на Баблсе появился только что. Неплохо, кстати, Паразит. Два раза дэмэдж по листьям повышает. Хороший тоже такой пушер. Куда, 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 куда летит? Наверх летит. Забирает Темпест, наверное, хочет Мараксус. Не достает. Темпест улетает вниз. Будет въезжать по кому? Никому. Такое, что-то. Эти полетели вверх ганкать, а эти прилетали вниз ганкать. Никто никого не нашел. Да, и пушить теперь Мекке, в принципе, нечего, кроме ТИР-2 Тауэра на миде. У них там вардов нет. Они не очень хотят туда идти. Тут проваржен один плачев. Да, Сенс Рейшн стоит, да. Они видят, как кто ходит. Оп, вон, нашел Бубу. Бубу фокусить даже, по-моему, никто не будет. С его токеном Владимиром. Ну, это можно использовать как бесплатный, бесплатный ТИР-2 Тауэр сейчас можно забрать. Да, да, за токен легко можно. Даже, в принципе, даже на хэгрант можно попробовать наметить. Медведь же с молодцом, может, просто рядом с Медведем, с этим Медведем, с этим Медведем. Две перчаточки он купил на скорости. Ну, неужели, я надеюсь, что это не будет Медас. А что? Ну, просто на атакс-пиду купил Медведику две перчаточки. Просто классная инвестиция тысяч денег. Просто плюс 30 атакс-пиды. Может, это молнии и... Молнии. И что еще? Что-то еще. И ПТ-шечка. На медведя? Ну, я думаю, что это просто две перчаточки. Такое, всего фарма в 400 гп уже можно было и гипер как бы купить. У меня две перчаточки дешевле. И что с ними дальше делать? Перчаточками Медведя тарить? А четыре перчаточки тоже классно. Четыре перчаточки. По цене как гипера дает-то больше. Ну, они по 15, по-моему, да? 60, а гипер 55. Вот так вот. Ага, видишь, как классно. Так, гипер, так еще две сто стоят. Это вообще экономия сумасшедшая. Ты МПС Шанкинхэк, кстати, взял только что. А у Бубу есть две сто. Будет ли это просто гипер? На медведя как просто две перчаточки. Ну, им бульвар нужен. Вот, нет уж бульварка у них. Ну, купи на Бубу бульвар. Сейчас. Бежит, бежит. Я за ним смотрю очень внимательно. Сейчас похиляется и бульвар купят. Или нет? Ну, бульвар. Мидас. Бульвар. Четыре перчатки. Фазы. Фазы. И еще перчатку. И перчаточка, если есть деньги еще на перчаточку. Он думает. И даст. Даст. А, и даст. Вот так вот. Даст, чтобы что? Ну, Реджен, да. Он же любит нестандартные билды. Продал. Все нормально. Продал, да? Не продал. Лоджи даст. А, он отдал себе. О, есть. Пошли ульты. Есть по двоим. Пока не больно, не больно, не больно. Глацико забрали. Эмиральд Варна тоже заберут. У контр ульта от Кракена тоже сильно неприятная попытка въехать от Мараксуса. Пока у Хеллборна никто не умер. У Ледиона уже минус 2. Будет ли дальше продолжать? Могут, могут, могут. Бубу хочет отдать токен, но пока не отдает. Ох, уже 4. Ну, такой флайт, конечно. Вообще там все... Ну, первый раз получилось. Первый раз получилось дать, хотя и кривенько, но дать все ульты. А как Кракен ультанул? Вообще, ну, там шансы были 50 на 50, если честно. Ну, просто, что Медведь, если бы умер, у него есть токен. Ну, это, по-моему, сразу минус 2 лайна. Кракена хотели, но не получилось. Минус Мид точно. Хотя Кракен живой. Ну, нет, нет Мараксуса, нет ЕВшки. Мне кажется, что Мид заберут точно. Да, да, да. Там просто Бубу грызет эти бараки, Тауэр. Ну, вот если бы Бубу был в бульварке сейчас, было все намного побыстрее. Ты ешьте же бараки уже. Там на токене, минуту надо его отдать. Кракен в соло там пошел, умирать. Умер? Да. Забрали бараки, токен еще живой. И, по-моему, по-моему, может быть. Так, отдайся уже на креп... О, ну, это даже хорошо. Сейчас на базу надо идти. Новый Конгор через 3 минуты. Ну, в общем-то, я думаю, что уже и Консид от Легиона через парочку. Мека собрались все-таки со своими ультами. И один раз, первый раз на 32-й минуте смогли показать, как, скажем так, это хотя бы пытается делаться. Хотя ульты были не идеальные. Демеджа по ульту Темпеста было сильно мало. Но, по факту, файт получился победный. Даже токен не отдали. Ну, файт там был такой на грани. Что-то на грани. Там полудохлый Баблз, полудохлый Бубу. И Флакс там тоже почти мертвый был. Но не подобивали как-то. Не хватило демеджа. Почти мертвый Флакс идет домой с 3200 денег. Это может быть Шанкинхэд. Вот его. Да, это он и есть. Ветер на Баблзе принес этот Тимфайт Зиртиху. Да, перспектива следующего Тимфайта будет уже совсем нехорошая. 5 тонн на Граутсовле. И сейчас будут закуп масс перчаточек. Очень много. 10 перчаточек можно купить. Ну, я думаю, он может продаст сейчас перчаточки и купит Даймоник в сборе. Нет, продаст перчаточки и 2 Гиперстона купит. Один уже есть? Щиток продавай, Гипер покупай. Да нет, все-таки он в Даймоник в сборе. Не хватает ему денег. Не хватает 700 копеек. Да, 700 копеек не хватает. Он купил 2 ТПшки, так что теперь больше не хватает. Сразу 2 ТПшки. Ну, я тоже, кстати, 2 ТПшки. Не надо мелочиться, правильно? Шаманка на Мараксусе, но до сих пор у Легиона нет ни одного 16-го левела. А Бульвар он вложил в себя, а не в Бубу. У Бубу очень стратегический щиточек просто. Да. Лейтовый. Мне кажется, что это будет нулевой файл сейчас вообще. Ну, вообще, именно ничего. Ну да, сейчас нету просто вообще, теперь нечем убивать. Флюкс въехал, будет ли продолжение, есть продолжение Темпеста. Крутит, правда, одного Мараксуса, не сильно его дамажит. Нет, цеплил, цеплил Кракена. Кракен дал свою ульту, но пока никто у Хелборна не погибает. Заберут Инженера. Заберут ли еще и Флюкса. Пока нет, пока не могут забрать. А ЕВшка сейчас умрет. О, Бубу, 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 Бубу там под угрозой. Вайлд Соул еле-еле, еле-еле. Нет, не получается его забрать. Даже Тауэрд последнюю тычку не наносит в смертельную. Сейвы продолжаются. У Легиона умерло 3, у Хелборна умерло 2. Вайлд Соул тут на 2 хп палит, палит. Есть! Доминейшн у Редженда. И Волк не побежал у Вайлд Соула. Как же видно там. 70 хп. Почти получилось. ГГВП прописывает ЛАГГ, но походу самому себе. Вот консит от Легиона. И похоже это будет 1-1. Комбэк от Эмиральд Вардена. Три полки. Да, и это 1-1. Ну неплохо, Мякип. Хоть и как-то немного как-то так катурбата, наверное. Вот то слово, которое я сейчас ищу. Ну странненько, прямо скажем, показали нам эту игру. Но со своими, по крайней мере, пиками. Со своими масс-ультами. Ребята с победой, в общем-то, справились. Ну мы поздравляем команду Мека. Отличное выступление. И это в этом раундапе. Команда Изи против команды Мека. 1-1. Но я как сейчас понимаю, Паш, у вас там сейчас игра? Да, да. Сейчас будет игра уже через 20 минут. Так что всем спасибо. ГЗ с СТГ. С СТГ. О, наверное, и вас мы и посмотрим. Спасибо всем, дорогие зрители. И через какое-то время, минуту, может, через 10, а может, и через 20, а может, и меньше, а может, и больше. Мы продолжим наш сегодняшний день. Всем пока, до новых встреч.